Не заплывайте за буйки, не оставляйте детей без присмотра. Спасатели в громкоговоритель то и дело объявляют правила поведения на пляже и на воде. Не заплывать за буйки, не распивать алкоголь, следить за детьми. Напомнить никогда не бывает лишним, ведь разморившись на южном солнце, зачастую туристы забывают об элементарных требованиях безопасности. Особенно в вечернее время, подчеркнули на специальном совещании, куда пригласили арендаторов пляжей. Охранники обязательно должны дежурить всю ночь. Либо спасатель, либо охранник. Потому что, как правило, у нас несчастные случаи происходят ночью, зачастую под утро и зачастую народ в нетрезвом виде. Поэтому здесь, независимо от того, что у нас с вами прописано в договоре, я заявляю публично о том, что каждый несет ответственность за безопасность жизни людей на пляжных территориях и на воде. С арендаторами еще раз проговорили, как себя должна вести охрана и спасатели во время шторма. Ведь даже большие волны и предупреждения об опасности купания часто не останавливают отдыхающих. Есть охрана пляжей, есть полномочия, есть обязанность арендаторов и собственников. И если у нас приходит внезапное оповещение, что вот непогода и смерч и так далее, громкоговорители есть, раздали всем текстовки, видеообращения, как правильно объявлять, как правильно беседовать с отдыхающими местным населением, чтобы они покидали территорию в свое время и не попали под эти неблагоприятные погодные услуги. В Сочи 190 пляжей. И, как показывает статистика, с каждым годом с точки зрения безопасности каждый из них становится только лучше. Пляжи оборудованы охраной, медпунктом, спасательными вышками, средствами спасения. Персонал хорошо обучен. Комфортным и без последствий отдых должен быть не только на пляже и на воде недалеко от берега. За безопасностью в открытом море пристально следят сотрудники государственной инспекции маломерных судов. В рейды они выходят каждый день. Задача ГИМС – следить за соблюдением правил пользования водным транспортом. Это как сотрудник ДПС, только на воде. Инспектор проверяет документы на плавсредства. У капитана вот этого катера, который катает туристов на банане, с собой их не было. Он привез бумаги позже. Документы оказались в порядке. Это наша работа. Мы серьезно относимся к этому. Стараемся не нарушать. Ну, впредь наверняка будете возить документы. Да, я куплю бокс специальный, непромокаемый. Буду с собой возить их. За свою забывчивость капитан катера заплатит штраф. В среднем за купальный сезон, говорит инспектор по маломерным судам, служба выявляет до 200 нарушений. В основном незначительные. Пристальное внимание уделяемо водному транспорту, моторным лодкам, гидроциклам и так далее. Наиболее крупные штрафы, это, конечно же, если не ставят на учет, не регистрируют в установленном порядке маломерные суда. То есть от 2 до 3 тысяч рублей. В Сочи, к счастью, все плавсредства зарегистрированы как положено. Немалые штрафы и лишение прав грозит тем, кто сел за штурвал в состоянии алкогольного опьянения. Но таких случаев в этом году на курорте выявлено не было. А это гарантия комфортного и, главное, безопасного отдыха, что, безусловно, важнее всего.